Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия «Вечерний Дмитров». Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале и надеемся, что в ближайший час вы придете вместе с нами. Ведь сегодня у нас в гостях глава Дмитровского муниципального района Валерий Васильевич Горилов. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем самые свежие новости жизни района, а у вас будет прекрасная возможность позвонить к нам в студию и задать свой вопрос к нашему главе. Итак, вы звоните по телефону к нам 42470, либо пишите на наш сайт dmitrovtv.ru. Ну а начнем мы наш эфир по доброй традиции с информацией о ситуации в районе, сложившейся в последнее время. Пожалуйста, вам слово, Олег Ильич. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дмитровчане. В принципе, не за горами, когда мы будем все с вами провожать старый год. И, конечно, встречать Новый год с надеждой, что он нам принесет больше успеха, конечно, принесет больше благополучия. И я думаю, что чуть позже мы об этом будем говорить, потому что реально сегодня все, что складывается в экономике Дмитровского района, в социальной нашей жизни, надо сказать, ну нет никаких серьезных каких-то катаклизмов, серьезных, можно сказать, волнений по ряду наших предприятий. В целом, сегодня вот тот корабль в лице малого, среднего, крупного бизнеса, сельского хозяйства, индустрии туризма, он идет спокойно. И мы имеем, несмотря на то, что в целом по стране, как говорят, идет и накрыл экономический кризис, на территории нашего района этого нет. Да, есть те предприятия, которые сегодня, мы можем говорить, дают снижение объемов, но если в целом говорить по району, то есть предприятия, которые увеличивают и в два раза отгрузку товарной продукции. У нас примерно предполагается почти 60 предприятий открытия новых в этом году, и это дополнительные рабочие места, и главное, тот показатель трудовых ресурсов на нашем рынке, он практически имеет положительный сальдо. Если на сегодня на бирже труда стоит чуть более 600 человек, то требуется нашим предприятиям, организациям более 700 человек, и мы понимаем, почему это происходит. Но вот этот показатель, я скажу, он с одной стороны хорош, а с другой стороны, ну во всяком случае, когда нет конкуренции, особенно прежде всего в рабочих местах, то, конечно, это немножко расслабляет. Но в то же время это дает социальную стабильность, это занятость, это прежде всего обеспеченность, каждый, я считаю, гражданин, каждый человек, живущий на территории Дмитровского района, может свою семью обеспечить. Да, может быть, конечно, не так уж сильно по заработной плате, но для того, чтобы решать вопросы, все, которые связаны с бытовым обслуживанием, с питанием, с другими жизненными вопросами, я считаю, что эта возможность на территории Дмитровского района есть, и не надо никуда уезжать. Очень радует в этом году у нас сельское хозяйство, мы вспоминаем те времена, когда более тысячи гектаров мы замораживали продукцию, когда 24 сентября, я помню, ударил мороз, минус 15 градусов и стоял неделю. Когда было половодие тоже более тысячи гектаров были утраты сельхозпродукции, то в этом году тоже было непростое время, но в то же время, вот уже мы можем говорить об итоге, предварительно более 310 тысяч тонн овощей и картофеля произведено нашими сельхозпроизводителями. Это очень хороший такой показатель с надеждой на то, что эта продукция вся заложена и даже не хватило на сегодня хранилища, в буртах прямо в открытых делается, с учетом, что будет в течение всего времени до наступления весенних полевых работ, она будет реализовываться, и, соответственно, предприятия будут иметь право не то, что на жизнь, а на развитие и на решение многих вопросов. То есть урожай полностью урожай полностью сегодня, образ заготовлено кормов, и вот то, что позитив, мы давно, я мечтал об этой цифре, что мы перешли надой на фуражную корову более 6500 килограмм, это хороший такой показатель. Мы не сократили на сегодня поголовье крупного рогатого скота, это тоже такой хороший показатель. Ну и вот в ближайшей на той неделе мы будем, конечно, честовать всех, весь агропромышленный комплекс за такой хороший, можно сказать, рекордный результат. Ну и, конечно, такие основные показатели – это бюджет, это заработная плата, это платные услуги, это товарооборот, это вот критерии, которые говорят о состоянии на сегодня платежеспособности населения, о состоянии на сегодня наших предприятий. Я скажу, бюджет растет, не уменьшается, товарооборот увеличивается, платные услуги растут, заработная плата средняя почти достигнута в среднем 38 тысяч рублей. Мы сегодня проводили конференцию «Единая Россия», говорили о том, что вот взять соседний буквально район, Киморский район Тверской области, да в целом Тверская, Владимирская область, Новгородская область, Нижегородская область, это вот наши соседи, средняя заработная плата 14-15 тысяч рублей. То есть, соответственно, конечно, хотя уровень жизни, он везде одинаковый, расходы, они везде одинаковые, но дмитровчанам есть возможность, во всяком случае, на два с лишним порядка, ну, производить расходы больше. Это, во всяком случае, хорошо, хотя я понимаю, что хочется еще лучше, и во всяком случае, я с оптимизмом смотрю на будущее, несмотря на то, что, да, реальная ситуация, то, что вот на следующий год, на перспективу по цене на нефть, по курсу валюты, она, во всяком случае, пока просвета нет, но в то же время, вот по работе наших предприятий, по тем инвесторам, которые на сегодня вкладывают миллиарды рублей в экономику Дмитровского района, я считаю, что есть хороший запас, что наша экономика, она, во всяком случае, будет также держаться довольно-таки сильно. И вот в этом году такой очень рекордный будет показатель, около 40 миллиардов рублей, это самый высокий будет показатель в Московской области, будет инвестировано в экономику Дмитровского района. В социальной сфере тоже все обстоит достаточно стабильно, да? В социальной сфере сегодня могу сказать, мы указ президента выполнили по обеспечению на сегодня, по представлению детям дошкольного возраста, старше трех лет дошкольных мест, и в этом году мы планируем сдать еще три детских сада, я скажу, это еще даст возможность нам решать вопросы из двухлетнего возраста, я могу сказать, этот год вообще необычный по сносу аварийного жилья, по капитальному ремонту на сегодня, ну почти 300 миллионов рублей сегодня мы вкладываем в капитальный ремонт. В строительстве детских площадок давно мы такие программы не делали, и я считаю, что каждый год как минимум 10% от общего количества детских площадок мы будем обновлять и делать их более современными, безопасными и, конечно, удобными для детей. Так что где-то говорить о каких-то серьезных проблемах, вот таких глобальных, я бы не стал, но в жизни, конечно, еще есть очень много и много вопросов. Ну, предел для совершенства он всегда есть, да? Да, да. Так, хорошо, есть звонок, слушаем вас, говорите. Дмитрий Васильевич, у меня к вам вот два вопроса. Первый, я слышала, что в прошлом, в 2014 году у нас в Дмитрове была бесплатная юридическая консультация. Вот существует ли она сейчас и где она расположена? А второй вопрос. Вот почему, имея в доме счетчики на общедомовые нужды, по электричеству мы платим по нормативу все время одну и ту же сумму каждый месяц? Спасибо. Значит, что касается бесплатной юридической консультации, это был эксперимент, и этот человек находился у нас в здании гостиницы Дмитровский посад. Вот, к сожалению, в этом году я не могу сказать, но я думаю, что вряд ли его ликвидировали. Вот давайте, если вы оставите свои координаты, вам завтра позвонят. Это Жуков дело в здании. Да, 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 Павел Викторович Жуков занимался этой работой, и мы финансировали его, но во всяком случае, вот сегодня не могу вам сказать. Значит, что касается по счетчику, вы знаете, это требование, да, МАЭСКО, и здесь многие мы судимся по этому вопросу. Вот, к сожалению, это уже не то, что не моя компетенция, но во всяком случае, я понимаю, я должен защищать каждого человека, живущего на территории Дмитровского района. Значит, мы договорились с Синютиным Петром Алексеевичем, начальником МАЭСКО, он в течение 10 дней здесь будет проводить совещание, вообще, в части рассмотрения вопроса развития малого и среднего бизнеса, и давайте мы этот вопрос тоже с ним на месте посмотрим. Тогда я для себя это запишу, вопрос. Ну, в принципе, игра с общей домовой нужды, если счетчики действительно же стоят же на доме, уже можешь каждый день учесть. По счетчикам, да. Можешь уже учесть сколько. Но, к сожалению, пока вот так вот. Так, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Здравствуйте. 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 Я бы хотела, Валерий Васильевич, задать вот такой вопрос по поводу освещения парка Сосновая рощина, Махалина. Этот вопрос уже поднимался, ну, только мной, наверное, трижды. Обещания были. И вот до сих пор уже, как бы, год проходит, и парка нет. Гулять на Махалине абсолютно негде. Хотя бы хоть в парке, но вечером не погуляешь. Темнота не с колясками. Это парк Сосна, да? Ну, это, в принципе, фрезерным называют Махалиной. Да-да-да. Старый фрезер. Значит, я что хочу сказать. Во всяком случае, это будет, другого не должно быть. Значит, есть три места. Даже нет, мы готовим в этом году четыре места, где люди могут отдыхать, кататься на лыжах, просто гулять. Это, прежде всего, наш спортивный парк РТС. И сегодня мы решили вопрос, нам 70 гектаров земли, Гослесфонда, передано в пользование. Мы вообще сделаем здесь хороший парк с аттракционными. Мы построим гостиницу, построим для детей, будет биатлон. И увеличим на сегодня лыжеролерную трассу. Вот здесь хорошая такая будет перспектива. Следующий у нас обязательно парк на микрорайоне космонавтов. В березовые рощи мы делаем, вот сейчас, к Новому году, будем там строить очень для детей хорошее катание на санях, на ледянках всех. Вот, то есть, это там раньше этого не было. Вот сейчас мы хотим сделать самую длинную трассу катания на санях. И следующий, конечно, парк Сосна. То есть, да, и следующий, это молодежный. Все вот эти парки сейчас, по этим паркам дано поручение, все, что необходимо сделать к началу зимнего сезона. К сожалению, да, мы сделали освещение в парке Сосна, но как стоит только оттуда без хозяина уйти, то есть бесконтрольно. Соответственно, конечно, украли все провода, значит, все будет, поверьте, все будет восстановлено, лыжня будет сделана. И я думаю, что в ближайшее время, вот прежде всего освещение, мы там восстановим. Владимир Владимирович, ну, к нашему сегодняшнему эфиру мы подготовили несколько видеосюжетов, касающихся вопросов создания на территории Дмитровского района комфортных условиях для проживания. И начнем мы, пожалуй, с самого из острова в них. Давайте посмотрим сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители нашего города, особенно те, кто проживает в районе улицы Профессиональной, уже несколько лет бьют тревогу по поводу неприятного запаха канализационных стоков. Ароматы особенно проявляются в утренние и вечерние часы, когда население активно пользуется водой для приготовления пищи, стирки одежды и принятия туалета. Именно в это время городские очистные сооружения работают в полную мощь и даже с перегрузкой. От улицы Луговой, где расположены очистные, через железную дорогу до Дмитрова, как говорится, рукой подать. А если учесть, что ветер чаще всего дует юго-западный, становится понятным, почему запахи хорошо ощущаются в микрорайонах Махалина и на улице Оборонной. Происходит на сегодняшний день в ночных сооружениях только механическая очистка стоков. А биологической, химической не происходит. О чем, собственно, говорят, даже визуально, говорит цвет стоков. То есть серая жидкость концентрированная, вонючая, как поступает, ну, собственно, менее вонючая и с меньшей концентрацией взвеси, но все равно еще с песком такого же серого цвета выходит в приемную трубу после вторичного отстойника контактного резервуара. Что, собственно говоря, нам и было подтверждено анализом. Значит, по 8 или по 10 показателям были превышения от 30 до 300 ПДК. Разобраться в работе очистных – дело несложное. Вот сюда поступают стоки с пяти городских канализационно-насосных станций. Здесь, на решетках, стоки очищаются от мелкого бытового мусора. Затем от воды отделяют песок, который поступает в избыточном количестве, так как ливневая канализация в городе отсутствует, и вся дорожная грязь смывается в городскую. Далее стоки поступают в отстойники, где образовавшийся осадок снова удаляется. Затем на аэротенках происходит обработка стоков микроорганизмами. Полный цикл очистки воды на аэротенках по регламенту составляет 8 часов. Но из-за того, что стоков поступает больше, чем может обрабатывать станция, это время сокращается в разы, и должная химическая обработка не производится. Недавно на аэротенках были проведены плановые ремонтные работы, которые затормозили рост необходимого для очистки стоков ила. Такая серая с осадком вода поступает в контактный резервуар, где подвергается хлорированию, а уже оттуда по трубе сбрасывается в ручей. Затем в речку Старица, оттуда в Яхрому, реки Сестра, Дубна, а потом и в Волгу. Аварийная ситуация сложилась только на первой очереди очистных сооружений. Вторая линия, по словам руководства организации, арендующей у муниципалитета данный объект, с очисткой стоков полностью справляется. Очистные сооружения города Дмитрово были рассчитаны на очистку 25 тысяч кубов сточных вод. Однако, вторая очередь, ввиду своих конструктивных особенностей, ввиду того, что стали очень агрессивными стоками, она очищает, может, только не более 7 тысяч кубов. Вся остальная вода поступает на первую очередь. В первую очередь рассчитана была на 15 тысяч кубов. Фактически она принимает 20-25 тысяч кубов. Решение вопроса руководство экожилкома видит в строительстве третьей очереди очистных сооружений. Фундамент под нее был заложен во второй половине 80-х годов. И даже велось возведение объекта. Но стройка века так и не завершилась. Хотя уже тогда власти издали документ, запрещающий присоединение всех строящихся объектов до окончания строительства третьей очереди очистных. Смотрите, какое количество жилья строится и запускается у нас в городе Дмитрово. Во всех технических сооружениях мы писали и пишем, запуск объектов возможен только после окончания строительства третьей очереди очистных сооружений. Однако каждый раз администрация, как владельцы имущества, находит возможность уйти от этой проблемы. Они дают предписание нам выдать справку о выполнении технических условий. Они сами выдают справки за своей подписью. Но вопрос так до сих пор не решается. По словам Марины Булановой, ориентировочная стоимость строительства третьей очереди и проектных работ составляет 1 миллиард рублей. Этих средств, как заверила Марина Буланова, у компании нет. Предприятие работает на средства тарифа населения застоки. Каждый год составляется титульный список ремонтных работ, который утверждается в районной администрации. На те средства, которые мы имеем и получаем, невозможно построить третью очередь очистных сооружений. Это настолько глобальный вопрос, что я думаю, что финансово не под силами и Дмитровскому району решить этот вопрос. Здесь нужно выходить на какие-то областные правительственные программы. Здесь речь идет не о угрозе жизни и здоровья населения, а о загрязнении поверхностного водоема. Поэтому все материалы мы на сегодняшний день передали в экологические службы. Дальше это их тема для рассобирательства. Вот такой видеосюжет удалось подготовить нашей съемочной группе, в котором достаточно сложная ситуация с очистными сооружениями. Компания, которая их эксплуатирует, перекладывает все на плечи районных властей. Насколько верна такая позиция и как в дальнейшем будет решаться данная проблема? Прежде всего, понятно, проблема есть, ее надо решать всем. Перекладывать, конечно, очень просто. Если ты взял на эксплуатацию объекты водоснабжения, канализования, в том числе очистные сооружения, если ты не можешь справляться, ты должен просто этот договор растворить. Я не могу. Но, к сожалению, вот мы просим экожилком, я говорю, отдайте, мы сами будем. Я говорю, нет, вот вы должны сделать то-то, то-то, то-то. Значит, что по сегодняшней ситуации? Принято решение, будет заведено уголовное дело. И пускай на самом деле экологический прокурор решает, кто здесь виноват. И могу официально сказать, что мы не будем парировать друг другу, Мария Анатольевна, что справки о выполнении тех условий дает администрация, она по закону не имеет сегодня давать. Все технические условия на строительство всех жилых домов, социальных объектов дает экожилком. И давали с учетом, в том числе, как нагрузку на строительство третьих очередных сооружений. Сейчас понятно, будет заведено уголовное дело. УБЭП проверит все за несколько лет вот эти вопросы. И потом уже, ну, пускай разбирается, я говорю, кто здесь прав, кто виноват. Это первое. Во всяком случае, по этому вопросу, я говорю, просто так он не останется. Но на сегодня главная задача, да, быстро вмешаться и не допустить. Хоть Олег Геннадьевич говорит, Черкашин, на самом деле, жизни здесь не грозит опасности. Но загрязнение окружающей среды, и вот те, можно сказать, запахи, они, я думаю, что не дают никому удовольствия. Мы должны немедленно снять вот эту проблему. Мы сейчас работаем с двумя предприятиями. Мы разделили на два этапа. Первый, такой называемый хирургический быстрое вмешательство. Нам уже дали реальное предложение. То есть в пределах 10-12 миллионов рублей мы должны принять размер, принять несколько мер для того, чтобы, во всяком случае, обезопасить. Но сегодня, прежде всего, не было бы запаха и решить проблему по очистке. То есть химический этап, чтобы заработал, да? Да, вот это первый будет этап. И главное, это, вы знаете, сегодня Кожелком не знает, сколько реально приходят стоков ночные сооружения. Нету водомера. Сегодня мы, прежде всего, должны поставить реально сколько. 25 тысяч, 20 тысяч, это ли там 15 тысяч. И смотреть технологии. Вот по этим вопросам мы сейчас быстро должны разбираться и принять меры. И, соответственно, конечно, эти деньги мы вынуждены, раз сегодня кто эксплуатирует, говорит на меня в состоянии это, будем брать эти деньги и искать в бюджете. И второй этап, это, конечно, такой глобальный капитальный этап. Потому что я встречался с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Менем Михаилом Александровичем. Он меня поддержал. И сегодня мы плотно работаем с фондом капитального ремонта, за которыми как раз стоят вопросы развития, реконструкции очистных сооружений. Но он, может быть, поставил дружбе. Он же все-таки нашим датом был, да? И он обещал помочь в этом вопросе. И вот мы сейчас тоже уже работаем с перспективным вопросом. То есть очистными сооружениями мы сейчас начинаем сами заниматься более активно. Вот что могу сказать по этому вопросу. Хорошо, Владимир Владимирович. На вот несвязанный вопрос перезагруженности очистных сооружений с создачей домов-долгостроев, я имею в виду, о которых пишут наши телезрители и звонили сегодня, ЖСК «Спортивный» и «Махалин-13». То есть вот судя по писанным обращениям, то есть дело с мертвой точки так и не сходит. Да нет, почему? Дело сходится. Я скажу, я могу ответить. Если мы говорим о «Махалине-13», напомню вам, уважаемые дольщики, вы сами меня отстранили от решения и не вмешиваться в дальнейшую застройку дома. Я думаю, помните, да, когда произошел скандальный разговор у меня с Каноненко, с Березовцом, мы говорили, не надо, у нас все хорошо. Но могу одно сказать, что пришли люди, не мошенники, не жулики. И, соответственно, конечно, он на сегодня взвалил на себя Московскую, где дом сложнейший, который дом был 16-этажный полностью. Мы не дали строить здесь 16-этажный, 9-ти, он 10-ти, 11-ти, то есть мы этажи понизили. И в то же время он снял острую проблему по обманутым дольщикам по Московской. Мы в ближайшее время этот дом сдаем в эксплуатацию, и, соответственно, все люди с этого дома переходят на «Махалина-13». Значит, я думаю, крайний срок до 10 декабря три секции будут стоять с теплом. И, соответственно, начнется активная работа по внутренним работам этих трех секций. Следующие три секции, я думаю, что в январе, в начале февраля будут тоже стоять с теплом, то есть параллельно будут вести внутренние работы по отоплению. И, насколько я знаю, окончательный план ввода этого дома к маю месяца. То есть вот эти вот сроки стоят. И я думаю, что в ближайшее время вы просите до встречи. Каноненко, я думаю, что об этом должен сказать. Но почему сегодня нет таких быстрых темпов? Все люди сейчас работают, масса людей на окончании дома на Московской. Что касается Внуковской. Значит, я просто вам напоминаю, мы в среду, я делал объезд, я встречался со всеми людьми. Значит, вот буквально сегодня принято решение, я вам обещал, Внуковская, дом 3, в ближайшие дни будет с теплом. Подписано сегодня мной распоряжение и начальник теплосети по временной схеме подключит этот дом. Я думаю, что мы сдадим в эксплуатацию. И мы выделяем 5 миллионов рублей для того, чтобы этот дом до конца года запитать уже по постоянной схеме. По дому 2 там никаких проблем нет. Дом с теплом. Вопросы все решены. Должна буквально на днях состояться встреча, потому что мы должны прекрасно понимать, когда дом с отоплением, то, соответственно, идут расходы на отопление. Кто будет оплачивать за это? Если 2, 3, 4 семьи хотят туда только заехать. Такого не может быть. Вот собрание должно, мы как и говорили, принять решение, что дом затопили, значит, все включают счетчик и оплачивают независимо, проживаете вы или не проживаете. И, соответственно, принято решение, кто заезжает, тому включают электроэнергию, тому включают холодную воду. То есть по Внуковской я, во всяком случае, не вижу. Вот по этим оставшимся двум домам тоже никаких проблем. Сегодня могу сказать, даже не сегодня, вчера есть хорошее решение. У нас еще один дом. Это Удина, 122 дом. Есть принято решение суда о непрепятствии в резке газопроводу. То есть это тоже вопрос решен. В ближайшее время мы с помощью полиции делаем врезку газопровод в газопровод и, соответственно, снимаются все вопросы тоже по дому. Вот я скажу, ну на сегодня вот чисто, я говорю, мы подходим к финишу. Долго? Да, долго, я скажу. Но мы всегда, когда с вами встречаемся, к сожалению, сегодня на нашем рынке строитель, это инвестор, это и заказчик, это все в одном лице. Вот почему такие мошеннические схемы, они и проходят, и ни одного реально уголовного дела, чтобы посадили публично на 10 лет, такого нет, к сожалению. Вот почему и многие вот в этой ситуации все и пользуются. В советские годы только ждали, когда было финансирование, да? Да. А сейчас? Ну, я думаю, что мы в этом году должны вот все эти проблемные дома, я думаю, что, ну, снять, во всяком случае, люди должны видеть, что нет таких острых проблем. Хорошо. Так, есть звонок прямой. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер, Валерий Васильевич и Михаил Николаевич. Елена Михайловна, вас беспокоит инженерные 4. Хотела один вопрос задать, но поскольку ждала случай, зазвонилась, я уже задам 3 целых. Первый вопрос, что все-таки у нас будет в территории воинской части, инженерной, зарастает, разборовывают, безобразия там всякие по ночам. Поэтому я слышала по Подмосковью, что якобы в 16-м году все воинские части будут передавать в муниципалитет. Так это или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос по, уже оскомину набил, по Валу. Ну, сползает, мы просто теряем памятник российского значения, если даже не мирового, потому что таких Валов уже, ну, почти не осталось в России. Ну, и третий вопрос, такой вроде ерундовый. Значит, мы территорию двора убираем сами. Дворник есть, но как он убирает, раз уж мы сами-то убираем. Сейчас листопад прошел, мы два раза собирали эти кучи листвы, просили в Дом управления, чтобы дворника прислали. Он, правда, приходил, убирал их в эти черные цлофановые мешки. Но гора этих мешков так и лежит во дворе. Опять звоним в Дом управления. Они говорят, что беда в том, что нам просто не разрешают никуда их вывозить. Это беда всего города. Так они и лежат, пока не решен вопрос, куда нам их сваливать. Может быть, вы поможете? Хотя, конечно, ерундой такой вопрос. Понятен вопрос, спасибо. Нет, нет, это не ерундовый вопрос. Значит, давайте по порядку. По воинской части. Я скажу, мы на протяжении многих лет, как закрылась часть, бьемся за то, чтобы передать нам ее. Я напоминаю, есть планы у меня. Я думаю, что мы их реализуем. Дай бог, что когда все это свершится, Кадетский сделать здесь училище, Кадетский детский сад и военно-патриотический клуб. Вообще, все это для молодежи, для детей. И в свое время губернатор нам в прямом эфире тоже обещал. Он говорит, я тоже поучаствую в финансировании. Вот буквально, когда месяц назад он был здесь у нас в Дмитрове, он говорит, давай еще раз будем выходить на Министерство обороны. Ну, пока ВОЗ и ныне там. Значит, 26 ноября я встречаюсь с министром обороны. И вот как раз в том числе на эту тему будет у меня с ним разговор. Надеюсь, что он меня услышит. Это не только здесь, около монастыря. Это же у них есть подразделения и с колледжем рядом, с политехническим. Часто это институт Думна. И плюс на Бирловом поле. Да, и плюс на Бирловом поле. Хотя там все разворовано уже. Но в то же время есть места, где можно заниматься производством. Значит, что касается вопроса ВАЛа. Значит, мы сегодня активно, это учитывая памятник федерального значения, мы своими ресурсами туда не имеем права входить. Но, вот буквально был на днях начальник департамента Министерства культуры Российской Федерации у нас. Мы это показали все. Конечно, они тоже ужаснулись. Вы правы, что это единственное земляное сооружение по высоте, по длине, по сохранению единственное в России. И главное, что единственный Кремль, Дмитровский Кремль, по сохранению зданий и сооружений 16-17 века, то, что сохранилось, такого больше нигде в Российской Федерации нет. Дали обещание. Мы сейчас готовим большие документы, что мы войдем в программу. И мы сейчас Министерство культуры области подключаем под это дело, работаем. Но хочу вас заверить, если на самом деле ничего не получится от этих наших всех обращений, будем стараться своими силами находить, во всяком случае, решение, как технически хотя бы временно все это приостановить. Я еще раз говорю, я с вами вполне согласен. Мы можем утерять то сооружение, которое строилось нашими прадедами, потому что, я знаю, мне мама рассказывала, для того, чтобы приехать в город Дмитров, была дань, лукошка яиц, которые тоже земля, должен ты с мешком земли приехать, яйца на строительство Успенского собора собирались, земля для как раз вот, то есть это на самом деле это так, это строение, можно сказать, наших прадедов. И, соответственно, конечно, мы должны все сделать, чтобы вот такой утраты не было. По мусору есть места, я скажу, что куда, сегодня есть распоряжение, куда складировать. Сегодня мы имеем право не только лиственные, но и деревянные изделия. Разберусь завтра с управляющей компанией. Хорошо, Василий Васильевич, вот до недавнего времени была еще одна большая проблема, это процесс оформления документов, который отнимал немало времени и сил у наших дмитровчан. Теперь, похоже, это все уже в прошлом подтверждении наш следующий видеосюжет. Пожалуйста. Глава Дмитровского района Валерий Гаврилов регулярно навещает Дмитровский многофункциональный центр и внимательно следит за его работой. Дело в том, что это муниципальное учреждение, созданное несколько лет назад и работающее по принципу одного окна, призвано обеспечить население района практически всеми услугами от регистрации права до постановки ребенка на учет в детский сад. Это большая социальная ответственность. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 188 услуг. Но это не предел. С 2016 года количество услуг возрастет в полтора раза. К МФЦ перейдут услуги, которые оказывали населению отдел социальной защиты, КУМИ, архивный отдел. Мы уже открыли удаленные рабочие места в семи городских и сельских поселениях. В Яхраме, Синькове, Некрасовском, Икши, Деденево, Костино и в ГАБУ. Туда мы тоже набираем сейчас универсальных специалистов, кто будет обслуживать заявителей. Хотелось бы, чтобы и люди непосредственно там и проживали, чтобы не ездили наши сотрудники-специалисты из Дмитрова в эти удаленные рабочие места. При этом мы набираем и расширяем штат. Наш здесь, в Дмитрове, требуется нам желательно с опытом работы, желательно с каким-то юридическим образованием, чтобы люди понимали, куда они идут работать. А дополнительное обучение и такое более глубокое, профессиональное мы уже даем здесь самостоятельно. Глава района Валерий Гаврилов решил лично убедиться в эффективности работы МФЦ. Для этого он выбрал на информационном стенде службу для получения консультации. Выбор пал на получение информации о рабочих вакансиях и пакете документов для строительства индивидуального жилого дома. По первому вопросу глава исчерпывающей информации не получил, так как Центр занятости населения не предоставляет в полном объеме базу данных вакансий. А вот по вопросу ИЖС Валерий Гаврилов получил наиболее полную информацию. В целом он остался доволен работой и дал несколько советов. Он поблагодарил перед уходом за нашу работу, за работу коллектива, всего коллектива. Он посмотрел изнутри работу нашего учреждения, не только как мы обслуживаем заявителей, но и как идет процесс обработки той документации, которую мы получаем в ходе приема заявок. И мне показалось, что положительные отклики мы услышали от него. Сегодня в филиалах многофункционального центра на приеме документов у заявителей работают 53 универсальных специалиста, плюс 16 человек на обработке и 6 на выдаче. Удаленные рабочие места открыты почти во всех городских и сельских поселениях. Для удобства и ускорения работы Центральный офис в микрорайоне имени Махалина работает ежедневно, без выходных и без обеда. В нем установлено три банковских терминала, два информационных табло, в режиме онлайн работают 30 окон. Для посетителей с детьми имеется игровая комната. Со следующего года руководство МФЦ планирует расширить штат своих сотрудников. Обучение специалистов будет проходить на базе МФЦ. Нужно не только быстро освоить работу с автоматизированной информационной системой, которую используют многофункциональные центры по всей стране, но и грамотной, что важно, вежливо консультировать посетителей МФЦ. — Владимир Владимирович, ваш комментарий к тому, что вы увидели МФЦ, то есть остались вы довольны тем, как обслуживают посетителей, все ли там сделано, и что вообще дальше будет? — Ну, надо сказать, вот все, что происходит на сегодня с обслуживанием населения через многофункциональный центр, на мой взгляд, конечно, это правильно, потому что мы все ушли от коробок конфет, от каких-то мелких взяток, вознаграждений, унижений. И главное, что вот оно одно окно, правильно, ты приходишь с пакетом документов, отдаешь, и согласно регламента установлено, ты просто получаешь эти документы. Да, конечно, учитывая, что сегодня правительство области на себя практически взяли все обязательства, особенно по градостроительной политике, то это, как я могу сразу говорить, немножко, конечно, усложняет. И есть процедура по отводу земельных участков, по разрешению на строительство. Это, конечно, долгий срок, но во всяком случае человек не бегает по кабинетам. Со следующего года вообще ставится задача полностью снять вот эти услуги с регистрационной палаты, с Роскадастра, потому что сегодня можно через МФЦ, и можно по классической схеме тоже прийти в Росрегистрацию, в Роскадастра и решать эти вопросы, потому что в основном все операции, то есть все услуги, это процентов, наверное, 80, конечно, регистрация имущества, земли, это кадастр, то есть кадастр земли, и к нашему, к сожалению, процентов 80 всех услуг, которые делают работники, хорошие, я скажу, на самом деле работники нашего центра для москвичей. То есть мы с бюджета местного оплачиваем эти расходы вместе с бюджетом правительства области, но работаем на москвичей. С одной стороны, это вызывает так гнев, но я думаю, что чем больше и быстрее будет поставлено на кадастровый, на налоговый учет все имущество, ну, конечно, наша копилка, она будет увеличиваться. Значит, что необходимо в ближайшее время сделать, и мы будем делать. Вот о чем сказала Светлана Михайловна, да, мы в этом году буквально от 11 открыли дополнительных окон, чтобы люди не ездили там с Некрасовского, с Яхрома, с Икши, теперь они прямо по месту могут сдавать документы и там же, соответственно, получать документы. Пока работает система МФЦ как приемная, можно сказать, но документооборот. Ну, я думаю, что в будущем, это как в любой цивилизованной стране, вся система должна иметь единую программу. Потому что сегодня, да, есть вопрос разрешения на строительство, то есть идет в отдел, то есть решает вопрос отдела архитектуры, градостроительства, я скажу, то будет решаться все практически на местах, как это на сегодня делается в Грузии, как на сегодня это делается в Беларуси, как сегодня это делается быстро в Татарстане. Вот они могли найти решение, чтобы в кратчайшие сроки по обращению граждан, особенно по вопросам постановки на учет, ну, решили вот эту проблему быстрого ускорения. Я думаю, в России это тоже в ближайшее время, я думаю, что вопрос будет решен. Мы должны им помочь сегодня решить с дополнительными площадями, чтобы выдача была отдельно, а где выдача сегодня происходит, дополнительно окна сделать. И, конечно, расширить зал ожидания, чтобы люди не теснились, а люди, конечно, могли, ну, более посвободнее там находиться. Так, есть звонок прямой? Слушаем вас, говорите. Алло? Да, да. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по поводу деревни Жестылева. Мне хотелось бы узнать, когда будет газ в этой деревне? Значит, ну, по Жестылеву могу сказать следующее, что на сегодня по дороге вопрос решен, вы знаете, да, решается активно вопрос по строительству храма, и в следующем году, я думаю, что мы должны завершить. Это будет один из таких красивейших храмов. Вот что касается с газом, не хочу вот обмануть. Здесь мне надо разобраться, я скажу. Потому что, не буду говорить, причина задержки газификации там в одном вашем высокопоставленном человеке, который проживал там. Сегодня вся эта проблема снята, потому что все боятся. Если будет цивилизация, придет в деревню, значит, соответственно, больше людей будет там постоянно проживать. Тогда туда поедут люди еще дополнительно жить. И вот это вот боясь. Все, мы сняли эту проблему с этого человека. И я могу только вам, если вы тоже координаты оставите, буквально в течение двух-трех дней, я вам могу дать полный ответ по газификации. Хорошо, Валя, сейчас несколько вопросов по интернету. Здравствуйте. Прошло повышение оплаты детского сада. Кто решает, на какую сумму повышать оплату? Разве законы повышения в середине учебного дня? Раньше повышали на 200 рублей, сейчас сразу на 600. Вы знаете, это были планы повышения оплаты. Я скажу, выходило у нас управление образованием, я категорично это все дело запретил. Никаких повышений, больше у нас оплат не должно быть. Надо разобраться, да? Надо разобраться, да. Вопрос, когда достроить третий корпус к школе номер три? Значит, на сегодня принято следующее решение, что сейчас подписан договор с заказчиком, который достраивает у нас в микрорайоне Махалина вот эти два многоэтажных дома. Заключили договор с недрами, и недры должны до конца года построить коробку. То есть, мы пока нашли деньги только на коробку, и, соответственно, уже ставится задача только к следующему учебному году снять вот эту проблему. В этом году нам только удалось немного расшить вторую смену в 10-й школе, а вот по третьей школе, к сожалению, инвестор, конечно, здесь нас подвел. Вопрос от Надежды. Когда будет хорошая вода в доме номер 54 по улице Космонавта? Вода в доме несоответствует номер. Значит, мы сейчас завершаем, мы об этом уже говорили, станцию обезжелезования на Инженерной улице. Это самая большая станция, то есть водозаборный, самый объемный водозаборный узел, и мы подойдем, к примеру, к 70%. Уже это, в принципе, норма. Но, я думаю, осталось немножко потерпеть, и, поверьте, мы сами заинтересованы, чтобы к Новому году люди имели другое качество воды уже. Здравствуйте. В поселке Новосиняково крайне плачевная ситуация с уличным освещением. Удово в номер 37, 38 и 40 и других. Освещение реализовано в виде ночников. Над дверьми у каждого подъезда. Детские площадки не освещены, ни одна. С 17 часов каждый день вынужден сидеть с двумя людьми дома, так как гулять в темноте невозможно. Мне надо разбираться с этим вопросом. Я сейчас не могу ничего сказать. Обязательно с зубом разберусь. Добрый вечер, Васильевич, подскажите, пожалуйста, если я не путаю, то говорил, что детский спорт у нас бесплатный. У меня ребенок 6 лет. Я обратился в бассейн Дельфин, мне сразу сказали, что бесплатных секций у нас нет, и это стоит 2 600. Я обратился там к муниципальным тренером, мне еще раз пояснили, что бесплатных секций нет, и сказали, что это будет стоить 1200 рублей в месяц. Значит, объясняю. Вот если кто-то хочет какие-то свои правила внедрить, значит, этот человек завтра не будет работать. Сегодня весь детский спорт, то есть те дети, которые занимаются в секциях. Я понимаю, есть дети, которые приходят в группу здоровья. Да, они должны... Здесь, может быть, этот случай есть, Валерий Васильевич, да? Да, если этот случай есть, я скажу, это быстро поправим. Хотя нас на сегодня все направляют на то, чтобы бесплатности не было такого понятия. Да, мы должны адресно малоимущих, многодетных как-то обеспечивать бесплатно, остальные должны платить. Но я, во всяком случае, пока вот к этому не готов. Я говорю, с плаванием разберусь, обещаю. Валерий Васильевич, после нашей с вами последней встречи в этой студии в городе прошел Международный экономический форум, вокруг которого было много разговоров. Он прошел, и, на мой взгляд, на высоком организационном уровне. А вообще, с точки зрения инвестиций, эффективности его, и оценки вышестоящих структур, какие впечатления? Ну, прежде всего, мы получили высокую оценку вот этого форума всего муниципального сообщества Российской Федерации. Мы много получили благодарственных писем, полезностей и необходимостей от продолжения такого форума. И таких государственных общественных структур, как Торгово-промышленная палата Российской Федерации в лице президента Катерина Сергея Николаевича, председателя нашего спикера Государственной Думы Нарышкина Сергея Евгеньевича, который даже сказал, впредь надо проводить, но немного поскромнее, в части, может быть, без выставки, что касается Московской области, ну, об этом я, может быть, помолчу, но в то же время сегодня основа нашего государства, или, как мы говорим, фундамент, это местное самоуправление, управлять сверху, с площадки, там, президента, правительства Российской Федерации, субъекта федерации, деревни, селом, непосредственно по месту жительства, это, конечно, просто ошибочно, я скажу. Мы никогда до людей не дотянемся, и правильно президент сказал, что власть должна быть на уровне, можно сказать, руки, находиться с населением. И, соответственно, конечно, сегодня непростая ситуация с финансированием, но в то же время вот это сообщество, оно должно жить, и его надо сохранять, потому что только оно создаст стабильность и, главное, что усилит развитие нашей страны. Это, я в этом просто не сомневаюсь. Ну, а вообще в прямом эфире Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что будет продолжение этому, да? Нет, продолжение будет. Может быть, раз в два года. Мы просто последующий год, учитывая, что он такой будет очень сложный политический, будут выборы в Государственную Думу, это как раз сентябрь, выборы в Областную Думу, это довольно-таки очень сложный будет тоже выборный год. И, ну, мы сейчас думаем, как это все дальше, то есть пока еще вопрос открытый. Может быть, не на связи, но через год, да? Да, вопрос. Можно сказать, что, в принципе, идея хорошая. Вот я смотрел прямую эфир, я слышал. Да, вопрос открытый. Так, есть звонок, слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Валерий Васильевич, добрый вечер. Добрый. Хотелось бы уточнить, вот вас беспокоит жительница ветхого аварийного дома по улице 45А, Московская улица. Мы, нас должны переселить до конца 2015 года, но до сих пор мы так и живем в этих домах, хоть как в 45А, в 45Б, рядом. Нас до сих пор не переселили, никакой информации нет вообще. Что-то будут с нами делать или все-таки уже не будут? Спасибо. Нет, Московская улица, все двухэтажные бывшие дома, перчаточные фабрики будут снесены. И, соответственно, в этом году мы все, вы должны, во всяком случае, иметь новые квартиры. Я записал для себя Московская 45А, но еще раз говорю, что Московская, вот то, что я сказал, у нас такой объем в этом году сноса аварийного жилья, мы ни одного года не видели вот таких темпов. Значит, все эти дома мы будем сносить. Я для себя записал, и давайте в газете опубликуем вообще еще раз, какие в этом году мы будем сносить аварийные дома. Хорошо, Валерий Алексеевич, ну вот в последнее время на уровне правительства Московской области много внимания уделяется вопросу создания функционерной службы 112. В нашем районе она создана уже полгода назад, и успел взывать доверие у наших жителей. Я предлагаю побывать в гостях в этой службе. Пожалуйста. Всего 5,5 месяцев с 1 июня этого года в нашем районе работает единая служба 112. Набрав этот очень простой телефон 112, будь это стационарный или будь это самый дорогой и крутой мобильник, вы попадете сюда, в диспетчерскую службу 112. И здесь диспетчера сделают все возможное для того, чтобы вам помочь. Совсем не ждали визита главы района Валерия Гаврилова в ноябрьский понедельник в службе 112. Обычная смена, обычная работа. Правда, так как служба 112 находится на втором этаже здания на промышленной улице, а на первом муниципальном учреждении Дмитровспас, то глава района в первую очередь зашел к дмитровским спасателям. Как организована служба, какие вызовы приходится обслуживать, на каких машинах ездят дмитровспасовцы. Кажется, абсолютно все, что связано с работой не так уж давно созданной районной спасательной службы, волновало главу района Валерия Гаврилова. Руководители отрядом Виктор Волков и Алексей Малов все рассказали, объяснили и даже продемонстрировали. Например, машину, чем она укомплектована, или же о своей работе в разных происшествиях или с детьми. Еще глава района заглянул и в зал, где установлены два тренажера. Один из них – скалодром, на котором каждую смену спасатели отрабатывают свое умение и навыки лазать по сложным вертикальным поверхностям. А второй – для проведения занятий по отработке работы спасателя в связке в условиях нулевой видимости. Ну а в диспетчерской службе 112, несмотря на визит главы района, шла обычная работа по приему звонков. За неполные пять месяцев функционирования этого телефона в качестве единого для оперативных служб было принято и обработано около 100 тысяч звонков. В сутки в среднем от 500 и больше. Пиковые нагрузки приходятся с 20 до 24, а еще в пятницу вечером и в выходные. Прием информации, быстрое реагирование на ситуацию, еще стрессоустойчивость, умение ориентироваться в сложных ситуациях. Диспетчерам службы спасения 112, а это все женщины, приходится в своей работе нелегко. Но они справляются. Я от имени главы района хочу поблагодарить наших операторов, потому что, конечно, работа достаточно напряженная, мы это понимаем. То есть практически сотни звонков идут в течение смены, выдержать их, удержать, как говорят, себя, потом не потерять голову и дать вовремя нужный совет. Это, конечно, требует большой выдержки и подготовки. Наши операторы прошли всю необходимую служебную и специальную подготовку в специальных учреждениях. И на сегодняшний день они работают, ну, скажу, хорошо работают. Поэтому я думаю, что и впредь они будут справляться с поставленными задачами. Во время разговора об организации работы службы, ее взаимодействии с оперативными службами, это прежде всего скорая, милиция, пожарные, газовики. Были затронуты и болевые проблемы. Например, об оперативной работе коммунальных служб, которые по логике вещей должны выезжать на любые аварийные ситуации по своему профилю. Но ведь у коммунальных служб идет работа только на тех объектах, домах и ТСЖ, где есть действующий договор. А создавать единую аварийную коммунальную службу – проект дорогостоящий. Взаимодействие с основными экстренными оперативными службами, оно налажено практически, ну, есть какие-то мелкие вопросы. А в целом система работает, она уже доказала свою самостоятельность. Что касается коммунальной сферы, то проблема такая существует. Она, конечно, не в отдельном взятом нашем муниципальном образовании, она должна решаться на уровне Московской области. Но уже сегодня мы получили ряд задач от главы нашего района, Валерия Васильевича Гаврилова. И, конечно, мы будем сейчас стараться над тем, чтобы не дожидаясь, пока эта система заработает в целом области, мы смогли у себя решить эти проблемы. И для населения было бы меньше препятствий каких-то и проблем, когда они звонят, в том числе и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Совсем скоро перестанут работать телефоны, которые мы все знаем с детства – 01, 02, 03, 04. И все они будут заведены исключительно на 112. С нового года к системе единого телефона спасения 112 будут подключены и коммунальные службы, хотя взаимодействие с ними есть и сейчас. А пять месяцев работы 112 показали, что эта новая пока для района служба востребована и нужна жителям, и что многие уже предпочитают в случае возникновения проблем или аварийных ситуаций обращаться уже именно в 112, где ни один звонок не останется без быстрого ответа и реагирования. Валерий Васильевич, ну вот Ваше впечатление на знакомство со службой 112, и в принципе какие имеются планы по ее дальнейшему развитию? Ну что надо сказать, это для наших дмитровчан две новые такие службы, и я скажу, мы вынуждены пойти вот на эти меры, потому что особенно вот то, что мы создали свою спасательную службу, на территории Дмитровского района проходит Дмитровское шоссе, очень много, к сожалению, смертельных случаев, очень много случаев люди гибнут из-за того, что просто блокировка идет дверей, и порой людей можно спасти, задыхаются там. Многие попадают в закрытые двери и не знают, куда обратиться, когда сломался замок, заблокированы в дверях пожары, которые были в квартирах, к сожалению, вот та пожарная охрана, которая есть, это ей тоже в помощь, есть результаты, где спасают реально детей. То есть и много-много других вопросов. Во всяком случае, цена сохранения жизни одного человека ради этого стоит даже создать, было такую службу. Я могу сказать, у них созданы хорошие сегодня условия, и мы, вот что я для себя, ну, во всяком случае, принял к действию, конечно, нужно повысить заработную плату, потому что работают крепкие, сильные мужчины, но получая заработную плату 20 тысяч рублей, и, конечно, это мало, и мы сейчас этим вопросом занимаемся. Что касается на сегодня 112, на сегодня губернатор уделяет этой службе очень такое щепетильное внимание. Я должен сказать, на сегодня на самом деле, вот я думаю, что все вы согласитесь, потому что порой, когда возникает какая-то экстремальная ситуация, мы все теряемся, мы все паникуем, мы не знаем, куда, что звонить, а здесь мы знаем, что если мы наберем три цифры, без всяких дополнительных цифр, правильно, как корреспондент сказал, на любом телефоне 112, и выскажем свою просьбу, и, соответственно, конечно, эта ситуация будет подконтрольна всем необходимым спасательным нашим службам. Что отсюда я для себя взял, и чем необходимо нам заняться? Конечно, вот я хочу поблагодарить вот всю службу 112, на самом деле она сегодня достойная в Московской области, по объемам одна из самых, она больших, оперативных, и никаких таких серьезных нареканий я во всяком случае не вижу, чтобы что-то сказать. Но есть две проблемы, с которыми прежде всего должны заниматься не 112 служба, а власть. Я, да, пришел туда просто невзначай, и, конечно, заранее подготовил, чтобы какой один человек должен сделать вводную, но, к сожалению, это вводная провалилась. Вопросы ЖКХ не решены. Вот это, наверное, один из таких главных моментов, и, конечно, из таких вторых главных моментов, оперативность вызова скорой помощи. 112 принимает сигнал, передает скорой помощи, но скорая помощь вынуждена дополнительно еще получить от этого человека информацию. Соответственно, создается большое расстояние для того, чтобы узнать, что у человека, что с человеком, и конкретно, какой специалист должен выехать. Вот здесь вот мы сейчас на уровне, это, конечно, на уровне области должны этот вопрос отрегулировать и снять вот эту бюрократию. Да, есть определенность полномочия здравоохранения с части скорой помощи, но для нас главное, чтобы это спасение человека. Это должно быть короткое расстояние до звонка приема и уже приезда скорой помощи. Что касается жилищно-коммунальных вопросов, у нас есть очень много частных компаний, есть дома, которые на сегодня принадлежат, это ИЖС, это тоже индивидуальное жилищное строительство, не индивидуальное, это, ну, как кооперативный дом, и, соответственно, аварийная диспетчерская служба туда не хочет выезжать. Так же, как не собираются они выезжать ни на объекты здравоохранения, образования, культуры и так дальше. Вот наша задача выстроить на сегодня все договорные условия. Неважно, есть авария, аварийная диспетчерская служба должна сработать, и аварийная служба должна приехать, закрыть, а уже тот, кому принадлежит это здание и дом, должны заниматься устранением. Вот сейчас этой задачей, над этой задачей мы работаем, я думаю, в ближайшее время мы решим. И в целом, я скажу, ставится задача на следующий год максимально все замкнуть на 112. Так что звоните, вы получите, можно сказать, быструю помощь, ну и во всяком случае подсказывайте своим друзьям, что есть теперь такая служба на территории Дмитровского района, но она и в целом, конечно, в Московской области. Так, хорошо, есть звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Валерий Васильевич, добрый вечер. Добрый. Микроинка звонавтов беспокоит. Дом 21. 15 мая были остановлены лифты, в связи с заменой их. Ой, 15 августа, извините, ой, сентября. Согласно информации, по 31 октября они должны были быть отремонтированы. Сегодня, 19 число. Сегодняшний день я звоню по телефону 22 7 36 76 в администрацию города по ЖКУ. И мне было объяснено, что город Москва, который должна принимать, ну, то бишь комиссии, да, они не будут выезжать, пока не будут заменены лифты по городу Дмитрову, ну, в полном объеме. А они заменяются в микрорайоне Фрезерном, на 2-й Комсомольской, может быть, еще где-то. Вот, как нам быть? Понятен ваш вопрос. Давай, Васильевич. Ну что, могу сказать, возмущения, предела у вас нет, как и у меня. Вот, после этой информации, вот, просто говорю, как есть, к сожалению, вот, не знал этого вопроса. Я считаю, что это неправильно вообще постановка вопроса. Лифт сделали, его запустить надо, необходимо. У нас сегодня более 70 миллионов рублей направлено на замену лифтового хозяйства. Разберусь, я считаю, что вот этой практики не будет. Если лифты сделаны, я думаю, что мы в ближайшее время будем их принимать и открывать их. Валерий Алексеевич, ну, не могу не поинтересоваться ситуацией, сложившейся вокруг хоккейного клуба «Звезда ВДВ». То он снимается с первенства, то продолжает свое выступление. Долгов у него и перед лигой, и перед игроками, и сотрудниками клуба предостаточно. Но самое главное, нет обещанного финансирования детской хоккейной школы, которая в этом году выступает как никогда успешно. Вот что-то вы можете сказать на этот счет? Да, я могу сказать, буквально такая свежая информация. Сегодня состоялась коллегия высшей лиги, и члены коллегии приняли решение снять эту команду с дистанции. Все, она больше не будет выступать, она прошла первый круг. То есть этой команды больше не будет. И я думаю, что особенно, ну, это касается информации любителей хоккея, на игру этой команды практически никто не ходил. Я вот иногда захожу на соревнования нашей школы, там больше людей, чем со взрослыми. Не хотелось изначально делать вот этот шаг, но уговорили вышестоящие руководители, что да, здесь все надежно. Но вот, к сожалению, порой надо еще много раз перепроверять все это дело. Значит, что могу сказать вообще вот на следующий сезон? Этот сезон, конечно, мы ставим задачу, чтобы прежде всего основа наша школа по хоккею должна не занять там 10 место, 8, а как минимум 6-е, 7-е мы должны занять в таблицей, то есть турнире на первенство школ города Москвы. Сегодня мы занимаем 6 место, мы играем, мы идем за локомотивом, я скажу это, довольно-таки похвально всем нашим детям, родителям, всем тренерам. И с надеждой, вот то, что сейчас мы перешли на двухразовую в день тренировку, несколько дней, вот это дает хороший результат. Значит, финансирование, можете не беспокоиться, оно обеспечено, и никаких срывов, проблем по школе не будет. На следующий год мы с этой задачей справимся, потому что, если мы не справимся, мы потерять можем много детей, мы открываем свою молодежную хоккейную лигу. Над этим вопросом я уже работаю для того, чтобы привлечь инвесторов на содержание молодежки и, конечно, нашей школы. Это будет требоваться порядка 45 миллионов рублей. Но зато мы будем вкладывать теперь, если мы раньше вкладывали эти деньги в высшую лигу, непонятно в кого, в чужих детей, сегодня все вложения будут идти в Дмитровчан. Да, дело в том, что ведь наши ребята, выпускники нашей школы уже, вот два я знаю, играют в сборной России. Правильно, есть? Никита Коптильный играет в Амурских играх, да? Дрожжин играет у нас в Владье Тольяттинский. Это я знаю. То есть мы вот со следующего года, во всяком случае, будем организовывать и МХЛ. Это примерно 60% как минимум будут играть наши ребята. Так что перспектива у нас в этом плане нормальная. Ну а по высшей лиге, если найдется серьезный инвестор, вообще для того, чтобы создать правильную структуру хоккейную, должна еще высшая лига. Но на высшие лиги это нужно еще около 100 миллионов рублей. Здесь, конечно, я думаю, что нам не потянуть. И я не собираюсь, как говорится, здесь, на территории района, ну, искать эти средства. Мы должны вложить, прежде всего, своих детей. Может быть, есть смысл вернуться к разговору с локомотивом? Нет, вот мы... То есть они же в свое время хотели у нас здесь... И, кстати, у них льда нет, они его тоже ищут везде. Я говорю, мы сейчас над этим вопросом будем работать. Так, хорошо, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас беспокоят из деревни Дядьково. Вот что дорогу нам там сделали, это очень большое спасибо. Но у нас по улицам нет освещения. Только на одной улице есть. Больше нигде. Вот где я живу, у меня напротив колодец. Я не могу в темноте туда выйти. Хорошо, я вас услышал. Записал, поправим обязательно. Валерий Алексеевич, ну, время достаточно много уже прошло. У нас еще один сюжет. Будем смотреть или как? Давайте, конечно, да. Да, то есть... Подготовлен. Давайте сюжет. Он касается подготовки к Новому году. Оформление города к новогодним и рождественским праздникам началось. На рабочем совещании глава района Валерий Гаврилов отметил, что пусть наш город и так имеет ухоженный и красивый внешний вид, но и проблем тоже немало. С предварительным проектом новогоднего оформления города всех присутствующих познакомила Татьяна Потапова, начальник отдела архитектуры и градостроительства Дмитровского района. Не секрет, что каждый год Советскую площадь украшают фигурами изо льда. В этом году от них было принято решение отказаться. В этом году у нас будут новинки. Ну, ни для кого не секрет, что из года в год у нас скульптуры ледяные украшают центр города. В этом году у нас принято решение, значит, оформить центр города световыми, объемными скульптурами. Сейчас пока не могу вам открыть полностью, как бы, скажем так, весь секрет, потому что сейчас работаю в нескольких направлениях, несколько организаций, фирм. Предложение у нас как от излюбленных мультфильмов детских, сказочных, взять персонажей героев, да, снегурочку, снеговика, вот, как и, скажем так, просто, допустим, взять каких-то зверей. Вот одна из новинок, которую, можно сказать, из года в год теперь будет украшать центральную часть города. Что касается оформления торговых объектов, то работа ведется, и нам удалось посетить несколько объектов. Как и было показано в проектах Татьяны Потаповой, это иллюминация фасада здания, оформление световыми лампочками деревьев, новогодние баннеры и, конечно же, елки. Работа по оформлению зданий только началась и продолжит дополняться новыми украшениями. С каждым из собственников, владельцев мы прорабатываем концепцию оформления фасада, рассматриваем всевозможные варианты. В целом, я хочу сказать, что все предприятия по городу и организации, также торговые объекты, идут на оформление с пониманием, поэтому понимание мы находим с ними, да, с собственниками. Безусловно, начнется в ближайшие дни оформление городских территорий общего пользования. Они также будут дополнены новыми украшениями. Это улица Кропоткинская, Загорская, Профессиональная, Московская и другие. Эта въездная группа у нас, въезд в город от Стеллы и Путепровод, будут украшены элементами мотивов. Это новое, то, что в этом году появится, как я уже говорила ранее, световые объемные скульптуры, фигуры. Еще сейчас идет проработка по украшению снежинками торговых рядов по улице Загорская. Это концепция, которая уже утверждена главой района. На совещании Валерий Гаврилов еще раз попросил Татьяну Потапову поставить четкую задачу каждому собственнику и руководителю предприятия по новогоднему оформлению, которое должно завершиться в ближайшее время. Из года в год у нас проводится конкурс по новогоднему оформлению фасадов, зданий. Могут поучаствовать любые организации, торговые объекты, торговые центры, просто население по украшению частных индивидуальных жилых домов. И, соответственно, постановление, которое у нас готовится о украшении и организации территорий световыми украшениями для новогодних праздников, срок поставлен приема заявок до 7 декабря. Обращаясь ко всем присутствующим, Валерий Гаврилов сказал также несколько слов по поводу терактов в Париже, после которых у народа в душе царит беспокойство и страх. Поэтому очень важно украсить город так, чтобы у населения появился хороший оптимистический новогодний настрой, ощущение приближения сказки и исполнения желаний. Валерий Гаврилович, во сколько примерно обойдется районной казни новое оформление города и все ли предприниматели и руководители крупных предприятий вообще готовы к воплощению предложенных проектов? Казне обойдется ноль копеек. То есть мы в бюджете этих средств нет у нас. И, соответственно, все будем делать за счет части внебюджетки и, конечно, за счет предприятий. Я еще раз обращаюсь ко всем предприятиям бизнеса, прежде всего это предприятиям торговли, потому что, ну и, конечно, ряду предприятий промышленного назначения, что в этом году мы должны еще на один шаг вперед улучшить оформление новогоднее, праздничное своих зданий. Вы знаете, как никогда, да, мы провели совещание, люди, ну, во всяком случае, с одобрением отнеслись и подтвердили, что они в этом будут участвовать. Вы понимаете, можно эти работы не делать ничего, да? Вроде все тяжело, все плохо, но вы понимаете, чем больше будет красоты, чем больше будет почвы для хорошего настроения, вы понимаете, это хорошее настроение передастся, вы знаете, всем буквально. И во всем, наверное, с этого пути я не сойду, и я считаю, что каждый год мы должны улучшать на сегодня, можно сказать, красоту нашего города, наших поселков, потому что во многих поселках уже и главы пошли по хорошему, правильному пути оформления. Ну и, конечно, вы знаете, Новый год, это вообще тот праздник, наверное, самый долгожданный, любимый, такой семейный. И, конечно, чтобы пришли на главную площадь, она будет самой красивой у нас, эта площадь, где можно и детям отдохнуть будет, и взрослым. То есть мы делаем, вот о чем Татьяна Игоревна, молодец, хороший помощник у меня, вот как я не сказал хорошие слова про Лазовского Валерия Павловича, вот надежный мой помощник, такой зам. Люди стараются делать и работать с предприятиями, чтобы на самом деле сделать всем хорошее настроение. Мы поставили задачу, чтобы елка основная была наряжена уже к воскресенью, к 6 декабря. Мы 7 декабря с детьми делаем праздник «Зажгись огнями, елка». И уже примерно к середине декабря полностью закончить новогоднее оформление всех зданий и сооружений. Будут гуляния, будет ярмарка обязательно в этом году, будет и глитвейн, будут сувениры, будут и артисты у нас выступать. Вот как в Европе Рождество проходит, или кто это был, видел, вот просто интересно с семьей вечером погулять. Также и мы в этом году постараемся вот создать такое хорошее настроение. Хорошо, Валерий Алексеевич, ну время проводило очень быстро. К сожалению, большое количество вопросов, которые приступили к нам по интернету, мы не успели задать. Но я думаю, что как обычно мы передадим вашим помощникам, и они будут разбираться. В том числе и вопросы с теоретической угрозой, что делается в школах. Я думаю, что внимание этому деляется. Может быть, какие-то еще сообщения, пожелания будут? У меня сообщение только одно, и пожелание только одно. Пожелание всем желаю просто доброго здоровья, активности в жизни, прежде всего на благо вашей семьи, на благо нашего славного Дмитровского района. И сказать всем, берегите себя, потому что реально время не то, что оно непростое и сложное, но во всяком случае все равно, приходя в магазин, делая, можно сказать, расходы необходимые бытовые, мы, конечно, стали терять побольше денег. Да, это маленькое такое огорчение, но оно напрашивается на то, чтобы мы хорошо работали, мы во всяком случае искали хорошую работу, которая, к нашему счастью, есть на территории Дмитровского района. И во всяком случае своим обаянием, своей добротой, вниманием давайте создавать вот такую хорошую ауру буквально для всех. Потому что, знаете, когда человек идет с перекошенным лицом, злым лицом, недовольным лицом, он сразу заражает полностью негатив и нейтрализует всех. Когда человека ты видишь с хорошей улыбкой, хоть у него есть какие-то проблемы, вы знаете, совершенно другая атмосфера и совершенно все проблемы, они куда-то уходят. Потому что здоровье, это, конечно, самое главное. И прошу его беречь. Как те мультяшные герои. Ох и ах, да? Ну что ж, этими добрыми пожеланиями завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас был глава Дмитровского муниципального района Валерий Алексеевич Гаврилов. Валерий Алексеевич, позвольте вам пожелать успеха в вашей повседневной профессиональной деятельности. Мы с вами прощаемся ровно на неделе. Вся четверг гостем студии станет начальник отдела номер один Государственного строительного надзора Александр Никопанович. На сегодня все. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин